В течение 35 лет создавалась система на основе изучения Библии и Ветхого и Нового Завета, Корана, Вет, Ведических Писаний, Пхагавадгиты, Аштавакргиты, Авахунтагиты, всевозможных направлений, различных школ йог, как крия йоги, агни йоги, джнани йоги, раджа йоги, других направлений, тета-хилинга, рейки, я могу перечислять очень долго. И вот изучая все очень внимательно и выделяя основные моменты, которые давали эти техники, я увидел абсолютно четкую систему, систему, которая работает независимо ни от какого вероисповедания, систему, которая работает вообще независимо ни от какого религиозного убеждения, систему, которая работает абсолютно точно, как часы. И в этом мне еще помог опыт, конечно, изучения трудов Никола Тесла. Никола Тесла сказал, если вы хотите узнать тайны вселенной, вам необходимо думать на языке вибраций и на языке энергии. И вот тогда стала зарождаться система, которая была проверена на личном опыте, на опыте множества людей в разных странах мира, и которая стала помогать людям достигать состояния не токсичного, а экологичного успеха. И сейчас мы с вами поймем, в чем разница. Колоссальная, огромная разница между этими двумя понятиями. Вроде бы успех, но совершенно разный. В одном случае ты имеешь атрибуты и внутри пустоту, а в другом случае ты имеешь насыщенность, наполненность, радость и атрибуты. У тебя есть такие же атрибуты, но ты не привязан к ним. Ты можешь иметь любую модель машины, ты можешь путешествовать когда угодно, но ты понимаешь, что это не главное. На самом деле абсолютное большинство людей не изучает духовные писания, а вся истина кроется именно в них. И в последнее время, последние десятилетия наука стала подтверждать мудрость духовных писаний. К чему пришла наука и о чем несколько тысяч лет назад говорили священные писания. И что нам сегодня показывает практика. Вселенная представляет из себя единую энергоинформационную систему. Единую. То есть вселенная это не набор каких-то схем, отдельных друг от друга. Вселенная есть единое, разумное, квантовое пространство, которое проявляет себя на различных уровнях вибраций. И человек является энергоинформационной системой, интегрированной в эту глобальную вселенскую систему. Это можно сравнить с организмом. То есть вот есть клетки организма, они в разных органах выглядят по-разному. Но все они представляют из себя часть единого целого. Точно так же каждый человек является не обособленным существом, а является частью единого целого. Если это понимать, а наука убедительно доказала, что все импульсы во вселенной взаимосвязаны, и они передаются быстрее скорости света, и все, что человек посылает во вселенную, обрабатывается этой вселенной и возвращается этому человеку приумноженным. Так работает закон приумножения. Закон сева и жатва. Закон причинно-следственных связей. Причем в священных писаниях сказано «посеешь ветер, пожнешь бурю». Не посеешь ветер и пожнешь ветер. Ты пожнешь больше, чем посеял. Я постоянно об этом напоминаю людям. Смотрите, как проявляется природа. Вы сажаете в землю зернышко, вырастает колосок. Вы сажаете косточку, вырастает дерево. Вы посылаете во вселенную импульс, мысли, эмоции. Этот импульс возвращается к вам приумноженным. При этом, когда вы посылаете импульс во вселенную, и он возвращается к вам приумноженным, человек, будучи неосознанным, начинает возмущаться. За что я получаю это в жизни? Ты получаешь в жизни ровно то, что отправляешь в нее. И не просто ровно, а с приумножением. Если понять смысл этого закона, то человек очень сильно обрадуется. Потому что он поймет, так если я буду больше в жизнь посылать блага, значит я буду больше блага получать? Абсолютно верно. Чем больше ты будешь транслировать в мир претензий, тем больше проблем будет приходить в твою жизнь. Чем больше ты будешь транслировать благодарение во вселенную, тем больше будет приходить к тебе благо в жизни. Система слагалась и составила некий свод правил и законов, часть из которых мы с вами разберемся. Но перед этим еще раз хочу вернуться к понятию токсичный успех. Смотрите, как работает система, система низкочастотного пространства, мира, который я называю миром 3D. На самом деле существует всего лишь два уровня вибрации. То есть низкочастотный уровень вибрации и высокочастотный уровень вибрации. Можно сказать, но есть еще средние частоты. Да, но средние частоты также подразделяются на низко-средний или высоко-средний. То есть человек в любой момент жизни себя ощущает определенным образом. Если человек говорит, я чувствую себя нейтрально, то можно уточнить, нейтрально хорошо или нейтрально плохо. И вот на этих маленьких нюансах будет точно определяться, да, нейтрально хорошо, да, то есть все-таки хорошо, я немножко ленюсь, я немножко скучаю, но в принципе все хорошо. Да, нейтрально, но есть определенные заботы. Все равно, либо минус, либо плюс. Не существует сегодня другого знака, который бы так точно показывал суть вот этих двух миров. Низкочастотного и высокочастотного. Так вот, современный мир является ярким проявлением для большинства людей. Для большинства людей здесь нужно еще понять. Низкочастотным пространством. Посмотрите, жизнь это череда постоянных изменений. Все изменяется, а люди при этом стремятся к стабильности. Они хотят что-то удержать. Они хотят статус-кво удержать существующее положение вещей. Но этого не происходит, потому что жизнь это поток постоянных изменений. Люди, большинство людей боятся смерти. Но удивительно, можно гарантировать две вещи любому человеку. То, что вы сейчас имеете и то, кем вы сейчас являетесь, изменится. Как бы хорошо вы себя не чувствовали, эта ситуация изменится. К лучшему или к худшему, вы сами будете определять это, хотя на самом деле худшего нет. И второе, ваше тело обязательно умрет. То есть, то, что вы имеете, вы потеряете, потому что, когда ваше тело умрет, вы не будете этим обладать. И физическая смерть неизбежна. Удивительно, два таких принципа, ну прямо скажем, для человека 3D мира явно не радующие. Но для человека мира 7D это воспринимается как нормальное, естественное положение вещей. И очень даже большая мудрость. Так вот, мир 3D, который основан на невидении, на отсутствии настоящих знаний. Мир 3D изъял истинные знания и стал человека программировать за счет знаний, которые не являются глубинными, не являются ведическими. Чему учат в школе? В школах не учат сегодня духовности. В школах не учат сегодня энергоинформационному обмену на квантом уровне. В школах учат и изучают математику, алгебру, химию, учат писать. Это Казеровская модель обучения, которая была создана уже более 150 лет назад. И она предназначена для того, чтобы человек работал на систему. Систему 3D мира. Это абсолютно нормально, мы с этим разберемся. Так вот, вся эта система, она учит людей, а, достигать вершин, славы, популярности, но при этом не быть счастливыми. Возьмите таких людей, как Джон Леннон. Он достиг высшего признания в мире музыки. И при этом, когда он его достиг, он сказал, удивительно, но я чувствую себя опустошенным. Я мечтал оказаться на вершине, я сегодня на вершине, но у меня внутри нет счастья, нет радости. Посмотрите, например, всемирно известный Мерлин Монро, которая погибла, ну и она употребляла много наркотиков, на Эллиса Пресли. Прочтите последнее письмо Стива Джобса, который тоже достиг и успеха, и многомиллиардного состояния, который говорит, я ухожу разочарованно. Даже такие всемирно известные звезды, они в итоге не достигли состояния экологичного успеха, внутреннего счастья. Хотя все внешние атрибуты этому сопутствовали. Так вот, этот 3D-нир основан на неведении, на том, что человеку не дают знания его истинной природы, на отсутствии знаний законов Вселенной, на претензиях. То есть люди привычно предъявляют претензии друг к другу. Посмотрите огромное количество сериалов, которые укрепляют эту нейронную связь. Я прав, ты не прав. Если наш конфликт достигает высшей точки, то один другого убьет. Этим заполнено все информационное пространство. Люди смотрят это и не понимают, какие разрушительные процессы происходят внутри них. Но и это не случайно. Это абсолютно нормально. Это мир 3D. Этот мир 3D говорит, желай, мечтай, создай альбом мечты, посмотри фильм «Секрет». Миллионы людей, десятки миллионов посмотрели, сотни миллионов фильм «Секрет». Почему у них не изменилась жизнь? Потому что этот фильм был сделан производителями 3D мира. И он совершенно четко из одной ловушки переместил человеческое сознание в другую ловушку. Казалось бы, почему такое количество курсов, такое количество тренингов. Потому что все эти курсы и тренинги учат исполнению желаний человека и достижению токсичного внешнего успеха. Успешного успеха. А они по-другому не могут. У них такая функция. И существует совершенно другой мир. Мир 7D. Основанный на знаниях. Знаниях своей природы и законов Вселенной. На абсолютном доверии и взаимодействии силой, которая создала эту Вселенную. Это кардинальное отличие. Потому что в 3D мире человек говорит, я это сделал и ты тоже сможешь это сделать. Давай вперед, действуй. Я, 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 мне, мое, мои медали, мои призы, я, я, я. Это начало гибели. Это начало мышления раковой клетки. Я. Есть я успешный и другие неуспешные. Это духовная онкология. Человек, который переходит в мир 7D, а там нет проблем. То есть, если в мире 3D нет счастья, состояния счастья, неважно чем вы обладаете. Вы можете быть всемирно известным гуру, вы можете быть президентом, вы можете быть духовным каким-нибудь олигархом, можете быть, или каким-нибудь духовным представителем. Неважно, какое вероисповедание у вас. Вы можете быть рок-звездой, вы можете быть ученым. Но если вы живете в мире 3D, в мире низкочастотных вибраций, у вас будут атрибуты, но не будет самого главного. Не будет состояния внутреннего счастья, покоя и радости. Так работает система 3D. И когда мне задают вопрос, а чем вы отличаетесь от других систем, а я вам скажу, всем, абсолютно всем, мир 3D создает то, что должен создавать. У меня огромное уважение к программам 3D мира. Они должны делать то, что они делают. Но если в 3D мире огромное количество курсов по исполнению желаний, специалист номер один по исполнению желаний. Иван такой-то, специалист номер один по исполнению желаний. Приди, я научу тебя. Великий Будда сказал, все проблемы человека от его желаний. Это истинно так. Но люди даже не задумываются, потому что они не понимают, а как можно жить в благополучии, не имея желаний. Да очень просто. И не просто в благополучии, а в изобилии. Мы с вами сегодня это рассмотрим. Это принципиальное отличие. Вы знаете, если вы глубоко начнете изучать духовные трактаты, то вы увидите, что желание человека стоит в одном ряду с такими понятиями, как гордость, чревоугодие, как злость, гнев. И там же среди них желание. Но 3D мир воспевает желание. При этом все остаются желающими и мало кто эти желания исполняет. Это факт. Все так и уходят из жизни, большинство людей уходят из жизни, так и не исполнив своих желаний. А если они достигли каких-то внешних показателей, то очень мало людей, которые действительно постигли мудрость жизни и просто ушли из этого мира в состоянии просветления, полной благости, мудрости, света и оставленного наследства. Хотя такие люди есть, их просто меньше. Но картина, которую я вам сейчас нарисовал, является абсолютно совершенной. Абсолютно идеальной. Вселенная и ее создатель абсолютно совершенны. Этому тоже учит Тор Систем. Но главное, еще одно очень важное отличие, чтобы вы понимали, в чем отличается Тор Систем от других систем. Пусть появляются такие же системы, как Тор Систем. Мы только будем рады. И мы не говорим, что мы лучше. Абсолютно нет. Мы просто говорим, что это другая система. Вот как у каждого органа тела есть своя функция, точно так же у каждой системы есть своя функция. Просто кому-то нужно пройти через путь страданий и лабиринтов. И ваш покорный слуга посетил сотни тренингов и сам провел тысячи тренингов, прежде чем он все это обнаружил. Нашел своих учителей и получил в дар для других людей эту систему. Итак, давайте поймем, в чем еще одно принципиальное отличие, о чем говорят духовные знания. Поверьте, что Тор Систем не является изобретателем этих знаний. Эти принципы и эти знания даны были творцом жизни для людей. Но они были сокрыты многие века и даже тысячелетия. И сегодня приходит время, когда эти знания открываются определенным группам людей. Которые ждут и ищут этих знаний. Если человек их не ищет, он все равно пройдет мимо. Или, как говорил Иисус, имеющий уши услышит. А не имеющий даже не поймет, о чем идет речь. Так вот, древние знания говорят совершенно четко. Человек должен выполнять свою дхарму. Это его обязанность. Если перевести это на язык современный, человек, будучи энергоинформационной системой, должен выполнять свои энергоинформационные функции. Если он их выполняет, то есть если человек выполняет свои функции энергоинформационные, то он получает от вселенной огромный бонус в качестве материального вознаграждения и доставка. И здесь не надо ни о чем мечтать, ни о чем желать. Смотрите, что происходит, когда человек начинает в себе вот эти желания воспалять. «Хочу дом, хочу автомобиль, но мне не хватает денег, мне не хватает средств». И вместо того, чтобы исполнять свое предназначение, группу предназначений, человек берет у вселенной кредит. Он напрягается в какой-то одной сфере. И некоторые доходят до того, что даже изменяют рисунком линии на руках. А эти линии имеют связь с нашим головным мозгом. Мы еще поговорим об этом. Или они настолько сильно вожелают, что получают то, чего хотели, но потом расплачиваются здоровьем, отношением, иногда даже уходом из жизни. Вот так он этого хотел, что дали ему кредит, но потом забрали с процентами. Вот как работает система желаний. А в мире 7D, когда человек достигает осознанности, он открывает Священное Писание, или кто-то за него их открыл и перевел на язык современности. И сказал, «Ты, человек, как энергоинформационная система, обязан выполнять свое предназначение, свои функции. Если ты это делаешь, получи вознаграждение». Это как хороший работник, который сделал свою работу прекрасно, получил огромное вознаграждение, и теперь он может найти средства, покупать все, что ему вздумается. Он не мечтает об этом, а он просто использует эту энергию. Что это за предназначение? Есть 9 функций, которые обязан выполнять человек по отношению к 9 энергоинформационным системам. Первое, энергоинформационная система. Это разумное квантовое пространство. Это все квантовое поле, которое мы называем Вселенной, и которое проявляется, как я уже сказал, на различных уровнях вибрации. Человек и сам является частью этого квантового поля. Если он это осознает и посылает этому полю, своему творцу, создателю, благодарность, и принимает с благодарностью все, посылает любовь, окружает любовью и одариванием все, что вокруг него находится, то, естественно, эта сила, разумная сила, начинает человеку помогать. Если человек закрывается от этой силы и включает механизм своего ума, а вместе с ним эго-систему, он начинает полагаться на свой ум. Возникают такие пословицы. На Бога надейся, а сам не плашай. Аллаху доверяй, но верблюду привязывай. Ну, конечно, Бог может и не доглядеть. Эту силу можно называть как угодно. Бог, Аллах, квантовое поле, дау, высший разум, абсолют, ноу-сфера. Эта сила работает по другому принципу. Чем больше ты ей доверяешь, и чем больше проявляешь любви к ней, тем больше заботы она тебе проявляет, и больше любви к тебе проявляет. Это главная и первая заповедь. Почему во всех духовных писаниях на первое место ставятся отношения человека и его создателя. Но ученые сегодня открыли, они назвали, не поняли, что это не дедушка с бородой, или кто-то там сидит такой строгий и начинает вести учет всем погрешностям человека. Нет, это поле, это сознание, это то, что человеческий ум не способен понять, но это сознание может принимать как персонифицированную форму, так и быть не персонифицированным. То есть быть для человека непостижимым. Существуют разные способы. Что такое йога? Йога это единение, единение с этим полем. Что такое религия? Это восстановление лиги, воссоединение связи. Что такое программы Тор Систем? Это тоже, можно сказать, йога. Восстановление вот этого канала, резонанса с единым разумным пространством. Это первая система. Вторая система. Родители и род человека. Если четыре заповеди библейских регламентируют отношение человека с этим квантовым полем, со своим создателем, то пятая заповедь говорит «Возлюби отца своего и мать свою, дабы продлились дни твои на земле». Но наш современный мир переполнен случаями, когда дети не понимают родителей, родители и детей, между ними огромное количество конфликтов, а вследствие этого огромное количество болезней, разочарований и древо рода начинает вянуть. Все слышали такое понятие «древо рода». Так вот, это не случайное понятие, потому что у древа есть корни, у древа есть ствол, у дерева есть ветви, у дерева есть плоды. И если корни начинают высыхать, а корни – это наши родители и род, то откуда взяться плодам? А почему высыхают эти корни? Потому что человек не уделяет должного внимания и не посылает энергию туда, этим корням, родителям и своему роду. Это можно и нужно восстановить. Есть совершенно четкое, практическое доказательство, что если человек не взаимодействует с энергией рода по линии отца, он не достигнет реальных результатов в социуме. На время ему вселенная может дать какой-то бонус, но потом это отнимется и будет очень жестко и больно. Но мы говорим об экологичном успехе, а не о токсичном. Точно так же есть экологичное богатство и токсичное богатство. Люди, которые владеют токсичным богатством, они владеют огромным количеством проблем. Они защищают свою жизнь, они боятся, что их могут убить, у них постоянные конкуренты, они сами идут на то, чтобы устранять других конкурентов, и их жизнь не наполнена светом, радостью и благостью. Да, у них есть деньги, но нет счастья. А есть экологичное богатство, когда есть и счастье, и деньги. И этому учат священные знания. И это переводит на язык социуматорсиста. Так вот, вторая система, с которой нужно взаимодействовать, это родители и род. Как мы это разбираем и проходим? Изучаем и используем. Третья система, это члены семьи, те, с кем ты живешь. Твой муж, твоя жена, твои дети, может быть, даже животное, которое есть у тебя. Это твой дом, потому что пространство, в котором ты живешь, тоже является членом семьи. И с ним нужно правильно взаимодействовать. Этому учит такая наука вастушастра. И у нас в Торсистам, мы говорим языком вастушастра, и помогаем человеку создать правильное, гармоничное пространство дома. Четвертая система, это тело. Физическое тело, есть проявление множества других тел, взаимодействия других тел. Разные школы называют их по-разному. Тонкое тело, причинное тело, казуальное тело, эфирное тело. Речь сейчас не об этом. Речь идет о том, что действительно существуют и другие невидимые человеческому глазу тела, в том числе и многие не видят ауру, но это существует, такое поле, энергополе вокруг физического тела. Но физическое тело отражает и мысли человека, и образ его жизни, и его блоки, и проблемы. И когда человек правильно взаимодействует со своими тонкими телами, со своими причинными телами и с физическим телом, то он выглядит прекрасно и тело говорит, да, я тебя благодарю, я продолжаю работать ради твоего блага и блага других людей. Это четвертая система. Пятая система, это планета Земля. И многие даже не думают, что мы являемся частью планеты Земля. Кто из вас сегодня кушал? Кто из вас сегодня пил? Кто из вас сегодня дышал? Мы все пользуемся благами Земли. А кто из вас сегодня благодарил хотя бы пять раз вот до этого часа планету Земля? Если вы это делали, я вас поздравляю, у вас отличный энергообмен с этой системой. Потому что благодарить нужно всегда до еды и после еды. Когда вы пьете воду, воду тоже нужно благодарить. Когда вы пробуждаетесь, тоже нужно это делать. на самом деле благо дарения это уже есть энергообмен. И Тор Систем учит, как правильно общаться с этими системами, дарить благо и взаимодействовать на уровне мысли, эмоций, слова и действия. Итак, следующая система после Земли это солнечная система. Вы знаете, что в последнее время ученые обнаружили, что все планеты солнечной системы имеют прямое взаимодействие с участками нашего мозга. Так, например, Солнце взаимодействует с гипоталамусом, а Луна с таламусом. Я сейчас не буду раскрывать все взаимодействия всех планет, но это глубокие древние знания, которые называются джиотиш, о взаимодействии и влиянии планет на человека. Если человек этого не понимает, у него снова проблемы в жизни и перекосы. Почему вы родились в этот день, в этот час? Ваш астрологический код обладает абсолютной точностью, абсолютной. Это точнейшая наука. И когда человек это понимает, он начинает осознанно взаимодействовать с теми грахами. Грахи это планеты, которые оказывают на него наибольшее влияние. И тогда в период катаклизмов он не страдает планетой, это энергосистема, обеспечивают точно так же его благополучное существование. И этому учит Тор-систем. Следующая энергосистема это социум. Мы живем в социуме, и социум живет по своим законам. Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. Вы помните эту формулировку. Каждая власть от Бога, говорил Иисус. И тот, кто не понимает этого, тот видит только ужасы, возможно, которые происходят из-за того, что власть что-то не досмотрела. Или наоборот. Как только вы начинаете предъявлять претензии этой системе, системе социума, у вас перекрывается один из основных каналов и начинает блокироваться благополучие. Если вы плохо говорите о правительстве, о президенте, о налоговых органах, о ком бы то ни было, о полицейских на дорогах, еще о чем-то, это все увеличивается. И смотрите, что сегодня как раз развивается. это стало модным, популярным плохо говорить. То есть это сегодня в кавычках хороший тон плохо говорить о правительстве, о социумах и о другом. Они занимаются своим делом. Мы сейчас разберем и поймем. А вы займитесь своим. Как только вы занимаетесь своим делом, все конфликты устраняются. Вы знаете, рядом с вами может жить где-то по соседству какой-нибудь криминальный авторитет. Но у вас могут быть с ним прекрасные отношения. Вы можете с ним здороваться или поднимать шляпу во время встречи и даже может быть оказывать какие-то друг другу знаки внимания. У вас нет с ним никаких проблем. Он живет в своей сфере. И вы скажете милейший человек. Но для кого-то он может оказаться тираном, деспотом. Но не для вас. У вас с ним хорошие отношения. Точно так же с социумом. У вас могут прекрасные отношения с социумом. Или конфликт, который будет разгораться и приносить травмы и физически и психологически. Это система, с которой нужно взаимодействовать. Следующая система это наставники и учителя. Вы все получили знания, которые в чем-то вас изменили. И я получил. И каждый день я делаю это сам и обучаю других людей благодарить своих учителей. На Востоке есть понятие парампора. Она не присутствует сегодня в мире западном, в нашем мире. но есть некий такой, я бы сказал, ну как это слово подобрать. Есть некий такой корпус учителей, вот может быть такое слово, которые приходили к вам в жизни и учили вас быть более мудрыми. Через них вас разумное квантовое поле или творец обучал мудрости. И им тоже важно ежедневно посылать благодарность. И есть еще одна сфера профессиональной деятельности. Это девятая сфера. И в профессиональной сфере нужно прежде всего заниматься любимым делом. Прежде всего. Если вы не занимаетесь любимым делом, вы никогда в нем не преуспеете. Более того, для вас такое дело предназначено. У вас есть предназначение. И Тор Систем учит, как найти свое предназначение. И как масштабировать свое любимое дело. Как сделать так, чтобы не только вы получали радость от того, чем занимаетесь, но и другие люди получали радость от продуктов вашего труда или вашей услуги. Когда человек выполняет вот эту дхарму, выполняет свои девять энергоинформационных функций, и у него нет никаких блокировок в этих сферах, Вселенная его одаривает по полной программе. Так одаривает, что он даже представить себе изначально не может. Или наоборот, он живет в состоянии нищего человека. Священные в Писании говорят, у не имеющего отнимется, имеющему дано будет. Дай, 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 у меня желания, у меня этого нет. Но, что сказано в Библии? У не имеющего отнимется, а имеющему дано будет. Если вы внутри имеете, если вы внутри создали состояние человека процветающего и богатого, то Вселенная через некоторое время полностью вам отразит вашу программу, как в зеркале. В этом кардинальное отличие от других обучающих систем, которые учат залезать в кредит ко Вселенной, получать желаемое и потом продвигать эту модель. Но наступает новое время, все хорошо. Теперь давайте поймем, что такое 3D-мир, что такое мир 7D и зачем они нужны. Еще раз хочу сказать, что мир 3D это низкочастотное информационное пространство, в котором человек стремится к счастью, но практически не достигает его. На короткие временные промежутки, да, есть вспышки удовольствия, радости, потом страх. Если сейчас взять человека из мира 3D, у которого все хорошо, хорошо с семьей, с работой, с путешествиями, то у него можно обнаружить страх за то, что он это потеряет. И весь мир 3D основан на страхе. Сначала я боюсь, что я это не получу, потом я боюсь, что это потеряю. И в итоге все страхи имеют свойство сбываться. Я знаю огромное количество людей, которые сначала имели, а потом потеряли. И очень большую боль при этом испытали. А почему? Потому что они имели не отдавая, потому что они нарушали законы. Вселенная пошла им навстречу, выполнила какие-то пожелания, а потом сказала, тебе придется учиться настоящим истинным знаниям, знаниям особой важности. Так вот, если в 3D мире отсутствие истинных знаний, но наличие иллюзии знаний, люди из мира 3D все знают, абсолютно все знают. Я это знаю, я это читал, да что я там могу узнать? вот яркий представитель человека, 3D человека из мира знаний. Но если ты сегодня не наполнен светом, гармонией, благостью, радостью, если у тебя в дефиците деньги, если у тебя с кем-то испорчено отношение, то у тебя нет знаний, абсолютно точно. Ты бы все это исправил благодаря знаниям. У тебя есть иллюзия знаний. Тогда человек при отсутствии знаний живет в страхе, потому что он не понимает своей природы. И что ему остается только выражать претензии. В мире 7D, в мире высоких вибраций, нет проблем. Если в мире 3D у вас постоянно проблемы, независимо от того, сколько у вас денег, то в мире 7D у людей нет проблем. Вы знаете, древние знания говорят о многом, в том числе о трех гунах. Это гуны невежества или тамаса, это гуны страсти или раджаса, это гуны благости или саттвы. Так вот, 3D мир и 7D мир, их можно назвать мирами с разными гунами. Если 3D мир это раджа тамасичный мир, там есть страсть и там есть невежество, то мир 7D это мир саттва, раджа саттвичный. То есть, да, там есть, конечно, чувства, там есть эмоции, но там есть и благость, и ее много, и там нет проблем. А есть еще более высокий мир, 9D, но об этом гораздо позже. сначала нужно научиться жить в мире 7D. Этому и обучает сегодня Тор Систем. И она говорит, есть 7 пазлов счастья. Эти пазлы выглядят таким образом. Первое, это знание, знание своей природы и закона Вселенной. Второе, это абсолютное доверие источнику жизни. Абсолютное доверие. когда человек доверяет свою судьбу, так можно сказать, она в руках борца и перестает беспокоиться. В тот момент, когда человек перестает беспокоиться, беспокой, бес украл покой, человек начинает беспокоиться. То есть демоническая сущность, она похитила внутренний покой человека. Так вот, абсолютное доверие устраняет беспокойство. Это второй пазл. Третий пазл, это благодарение постоянное благодарение за то, что у тебя есть и за то, что к тебе приходит жизнь. Постоянное благодарение, потому что ты в этот момент транслируешь высокочастотный импульс. Четвертый момент, это присутствие, нахождение в моменте жизни здесь и сейчас. Если вы находитесь в моменте здесь и сейчас, в состоянии доверия, спокойствия и знаний, вы абсолютно счастливы. Пятый пазл, это служение, это радостное выполнение своих предназначений. Человек, он получает радость от самого процесса. 3D-мер говорит, достигни чего-то и ты будешь счастлив. Мир всегда говорит, ты уже счастлив, когда делаешь то, что говорит система. Получай счастье от самого процесса. Ты не будешь более счастливым, когда чего-то достигнешь. Ты здесь научись быть счастливым и через служение обретай еще большую радость. Этому учит Тор Систен. Следующий пазл это постоянное развитие. И Тор Систен учит развивать человека 7 видов интеллекта. Я уже говорил, духовный, физический, умственный, эмоциональный, творческий, финансовый и социальный. Человек находится в состоянии постоянного развития. Это активирует процесс нейрогенеза. Так работают нейроны. Мы все время работаем на уровне нейронных связей. Все программы выстроены для того, чтобы взаимодействовать с нейронами и активировать процесс молодости, активности и максимальной реализации. И седьмой пазл это безусловная любовь. Когда ты во всем видишь проявление творца, то ты понимаешь, что у тебя ничего не остается кроме любви. Потому что это его игра и потому что ты в этой игре исполняешь ту роль, которую должен исполнять. что мне еще хочется сказать, что является очень важным. Тор систем учит не просто успеху, как я уже говорил, внешнему токсичному. Тор систем учит человека осознанности. Глубокой осознанности. Вот я хочу показать вам у меня свеча. Посмотрите, удивительно. Свеча. Свеча это восковое тело. А есть огонь, пламя. Это очень похоже на человека. Ну, конечно, образ. Есть тело, вот это тело, а есть огонь, пламя. Свеча имеет смысл только в одном случае, когда она освещает и когда она горит. Если свеча не будет гореть, если свеча не сгорит, то она не исполнит своего предназначения. Человек это не просто тело, потому что одно тело не может жить без духа, без пламени. И когда дух проявляется в теле, когда воспламеняется свеча, то начинается жизнь, истинная жизнь. И смысл свечи в том, чтобы светить, смысл человека в том, чтобы светить, нести людям свет. так когда человек воспринимает себя пламенем, именно пламени, откуда взялось пламя? Оно взялось из квантового пространства. Оно существует в потенциале, как существует пять основных видов, пять основных элементов, мы об этом будем говорить позже. Огонь один из них. Мы являемся этим пламенем. Человек является этим пламенем, огнем. на какое-то время это пламя проявляется через свечу. Но если человек будет думать, что он свеча, то вся его жизнь начинает превращаться в страдание. Почему? Потому что свеча плавится, свеча уменьшается, точно так же, как уменьшается срок жизни человека. И в конечном итоге свеча исчезает, как исчезает тело. Тогда если я ощущаю себя свечой, то жизнь ужасна. если я ощущаю себя пламенем, которое только здесь проявилось, а потом оно снова перейдет в эту энергопростанцию, то мне нечего бояться. Абсолютно нечего бояться. Огонь это удивительная энергия. И наша энергоинформационная система, она основана именно на этом виде. Там есть и присутствует этот огонь. Торсистем помогает человеку переместить фокус внимание просто с тела на дух, на сознание. И тогда вся жизнь начинает совершенно по-другому восприниматься. На свечу дуть нельзя. Многие даже... А вы знаете, что делают? Вот опять, это хейтеры, которые управляют ряды мира. Праздничный торт, зажгли свечи, давайте задуем свечи. В этот момент человек сразу создает огромное количество негативных программ. он наносит по ведическим знаниям оскорбление сурьи, солнца. Свечу на свечу дуть нельзя. Свечу можно погасить как угодно. Можно погасить пальцами, можно погасить какой-то крышечкой, но только не дыханием. Потому что человек благоговенно должен относиться к энергии огня. В 3D-мире, пусть отгония освещает наше с вами пространство, а потом я правильным образом загашу свечу. В 3D-мире все наоборот. 3D-миром управляют хейтеры, энергопаразиты. Они питаются низкочастотной энергией человека. Такова модель этого мира. Но 3D-мир нужен. Нужен. Он необходим для развития духа. Если не будет свечи, не проявится огонь. Если не будет земли, то зерно нам некуда сажать. Только из почвы произрастает зерно. 3D-мир это прекрасный тренажер для духа. 3D-мир это место, где мы учимся любить, где мы учимся в полной мере себя проявлять. Поэтому Тор Систем учит, как правильно относиться к 3D-миру. Ни в коем случае не с высокомерием, не с сарказмом, а с любовью и благодарностью. Если вы возьмете эту систему, будете ее постепенно внедрять, то вы поймете, что Тор Систем и GL предлагают программы, обновленные программы. Вот как человек, биокомпьютер, старые программы, они делают жизнь человека страдающей. Жизнь проходит страдать. если если вы изменяете программы для того, чтобы их изменить необходимо время, а потом поддержание этих программ, то вот этим и занимается Тор Систем и GL. Это то, чем я хотел с вами поделиться. Если вам это интересно, добро пожаловать в этот уникальный мир, мир той миссии, которую мы видим перед собой, служение людям и гармонизации всех сфер жизни. Мы не просто хотим людям дать возможность заработать. Мы хотим, чтобы все сферы жизни были гармоничны. И в том числе финансовые. Изучайте то, что дает GL. Тор Систем. Будьте богатыми духовно и материально. До встречи. Всего доброго.